ты не внимателен у в одно ухо влетела в другое вылетела почему ты не слушаешь уже два раза учитель объяснил а ты снова переспрашиваешь будь внимательнее теплый привет из морозного таллина и в сегодняшнем подкасте друзья мы поговорим о внимании и о роли в обучении начнем с определения внимание это направленное когнитивное или психическое действие на объекты которым у нас есть постоянный интерес или который имеет значение для нас в определенной ситуации внимание позволяет нам фокусироваться на определенной задачей и при этом исключать фокусирование на какой-либо другой задачи например я сейчас записываю этот подкаст и все мое внимание на том что я говорю и мне надо прилагать усилия чтобы мое внимание не переключалось на какую-либо другую мысль внимание является основой для многих когнитивных процессов но особенно особенно для восприятия и для памяти почему это важно потому что без внимания мы не сохраним информацию сначала в рабочую память а затем долгосрочную и про внимание нам надо понимать что оно может быть произвольным и непроизвольным непроизвольное внимание оно не имеет цели и не имеет волевого усилия например сейчас на мой телефон придет извещения и раздастся звук или кто-либо зайдет в кабинет в которым я сейчас записываю этот подкаст и мое внимание без цели без всякого усилия с моей стороны будет переключено на телефон или на того человека который зашел она не контролируется мной а со стороны процессов которые обрабатывают информацию произвольное внимание она имеет цель и волевое усилие как я уже сказала вот я пишу этот подкаст и волевым усилием удерживаю свое внимание на этом это осознанная психическая регуляция и у внимания есть несколько подсистем я озвучу сейчас 6 первое это управление вниманием то есть это наша способность направлять свое внимание на что-либо в учебной ситуации это способность направить свое внимание на то что связано с обучением например направить внимание на учителя который говорит инструкцию направить внимание на работу которую я выполняю например читаю или выполняю некоторый тест и определяется вот эта вот способность направить внимание на важный объект в обучении тем что уже знает ученик об этом если ученика пробелы в понимании того что говорит учитель о чем говорится в книге в видео и так далее управлять своим вниманием ему будет очень трудно и внимание будет рассеиваться вторая подсистема это устойчивость внимания как долго можно на чем-либо удерживать внимание и если ты не удерживаешь внимание опять-таки на объекте например связанным с обучением на каком-то стимуле связанным с обучением тогда эта информация не приходит в рабочую память и ты не можешь ей оперировать также если объем рабочей памяти ученика маленький забиты у него все единицы рабочей памяти чем-либо другим он не может ее там долго хранить и он не может с этой информации полученную на уроке оперировать при этом он может управлять своим вниманием он может его удерживать но эта информация просто уйдет как-то раз рассосется третье третья по системы это селективность внимания ой это очень интересное свойство наше внимание дело в том что наше внимание на выборочно и фокусируясь на чем-то одном мы можем не замечать другого я думаю вы много можете привести примеров как из своей жизни так и жизни ваших знакомых родных друзей когда в какой-то определенной ситуации мы видим разные вещи одна и та же ситуация казалось бы но мы видим разное потому что наше внимание выборочно над на чем фокус то мы и замечаем и на ю тубе вы можете найти видео был проведен очень интересный эксперимент с гориллой я забыла его название друзья я когда вспомню поставлю поставлю потом в описании проводился такой эксперимент видео были засняты несколько человек которые играли в мяч и ставится задание участникам которые смотрят это видео посчитать сколько раз они перекинули друг другу мяч по моему было такое задание так вот ты смотришь за мячом так внимательно то есть ты в этот момент управляешь вниманием ты следишь за им ты удерживаешь этого внимания и в этот момент видео проходит горилла и она не просто проходит машет руками в камеру и когда заканчивается видео у тебя спрашивают сколько был образков мечей ты отвечаешь на этот вопрос и потом спрашивают это видел гориллу в кадре это не видел гориллу в кадре ты не видел гориллу в кадре вот вы сейчас уже знаете про этот эксперимент когда поэтому когда вы будете смотреть вполне возможно что вы уже заметите но если вы потом дадите это видео посмотреть тем кто не видел то вот сможете убедиться в этом эксперименте четвертая подсистема это распределение внимания его сохранение между разными вещами то есть эта способность например одновременно слушать и записывать например вести конспект я сообщаю за собой что мне очень нравится слушать лекции именно видео формате потому что в тот момент когда я для себя веду конспект записываю свои собственные мысли рисую какие-то понятные только мне схемы я ставлю видео на паузу мне не просто дается продолжать слушать лекцию и в это время записывать конспект пятая подсистема это переключение внимания наше внимание переключается особенно это знают учителя младших классов потому что эта особенность психики младших школьников их внимание особенно быстро переключается и шестая подсистема это контроль внимание и вот теперь друзья давайте вернемся к тем комментариям которые я озвучила в начале видео и и давайте посмотрим на их неуместность использования в учебной ситуации с точки зрения того что я сейчас озвучила про внимание первый комментарий ты невнимателен убрать из коммуникации с учеником дети не умеют управлять своим вниманием я бы даже задала вопрос нам насколько мы взрослые умеем управлять своим вниманием призывать ребенка к управлению вниманием и не давать ему стратегий это сотрясание воздуха то есть мы не совершили никакой пользы в этот момент мы не помогли ребенку и и не помогли самим себе второй комментарий в одно ухо влетело в другое вылетело убрать из коммуникации с учеником это еще один ярлык который очень мешает развитию человека этого нельзя говорить ни про самого себя ни про других людей если ученику трудно удерживать внимание это означает что ему нужно помочь фраза будь внимателен не помогает этому ученику надо помогать управлять своим вниманием и помогать удерживать внимание а для этого у него должно быть понимание или стратегия как это сделать третье почему не слушаешь убрать из коммуникации с учеником это больше контролирующий вопрос который ставит обучаемого в положение оправдывающегося то есть у него не получается слушать по каким-либо причинам опять-таки внимание как я говорила и произвольно и непроизвольно и так и так может случиться что ему не удается слышать слушать и при этом вместо помощи он получает некий упрек и что на это ответить я не знаю как да я вроде бы слушаю но в то же время я не слышу я не понимаю вместо этого надо предлагать помощь и интересоваться ученика с чем это связано и подумать вместе с ним о том как ему нужно помочь и четвертый комментарий я уже два раза объяснила ты снова переспрашиваешь будь внимательнее убрать из коммуникации с учеником это предложение больше похоже на претензию которая разрушает отношения между учителем и учеником и честно говоря разрушает желание обучаться тоже здесь нужно задаться вопросом ученик понимает что значит быть внимательным будь внимательнее это как как стать более внимательным ученику этому обучали и резюмируя этот подкаст я скажу следующее нет невнимательного ученика есть ученик у которого нет стратегии по управлению своим вниманием